На лыжной трассе спорткомплекса «Лотос» появится свет. Деньги на это выделит из своего фонда депутат Мособлдумы Александр Легков. Директор физкультурно-оздоровительного центра Богородского Галина Майорова обратилась к олимпийскому чемпиону с просьбой о развитии лыжной трассы. И он не отказал. Миллион рублей предусмотрит в бюджете грядущего года. Хорошие дела лыжные, лыжные гонки, лыжная трасса, ну и другие виды спорта. Развивались, тем более вот здесь и в завтра. Материальную помощь окажут депутаты Александр Легков и Татьяне Медведевой. В мае она попала в аварию. Ее машина сломалась на трассе. Она вышла из авто, чтобы поставить предупреждающий знак. В нее въехал автомобиль, буквально припечатав ее к собственной машине. В результате правую ногу оторвало. Пять переломов левой ноги пострадал таз. Сейчас речь идет о протезировании. Есть один ключевой момент в этом, в плане, ну, на каком уровне протезирования. Потому что у меня нет коленного сустава, и это, ну, большие проблемы доставляет. То есть он основной сустав в плане в опорно-двигательном параде. Вот. И людям, у которых коленки на месте осталось, если это протез голени, им намного проще, ну, и ходить, и управлять всем этим делом. Близкие и неравнодушные люди собрали деньги, которых хватит на модульно-механический протез. Но он не даст той свободы передвижения, которая нужна для полноценной жизни. Потому что у меня два маленьких детей. Одному годик, одному три с половиной. Чтобы с ними само справляться, ну, это те вещи, там, ходить по лестнице, резко там, побежать, ну, кто-то, помочь с ребенком. Это то, что мне необходимо. И эти вопросы может решить протез с внешним источником питания. От трех до четырех с половиной миллионов рублей требуется на протез с внешним источником питания. Александр Легков обещал бросить клич по своим друзьям-спортсменам, чтобы помочь Татьяне собрать нужную сумму. Помочь может и каждый из нас. На сайте ТВР24 есть реквизиты, по которым можно перевести средства. Даже маленький вклад поможет сделать большое дело. Оксана Мирошникова, Антон Каврижных. Программа «События».